Лингва лятина, лекцио квинта, номен субстантивум, имя существительное, деклинацио, склонение, сальве дисципулюс, сальвете дисципули, множественное число. Латинский язык в наше время можно услышать в католических храмах. «Не может ученик быть выше учителя, как слуга выше своего хозяина» Евангелие от Матфея. «Аве Мария, грация плена, доминус текум, бенедикта ту, ангелика салютацио, радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенно ты, ангельское приветствие». В латинском языке шесть падежей, однако именительный падеж полностью совпадает с падежом звательным, и получается, что надо выучить четыре падежа. В латинском языке пять склонений. К первому склонению относятся имена существительные женского рода с окончанием «а». Посмотрите, как меняется окончание у существительного лес «сильва». С этим словом можно составить предложение. Порядок слов в предложении свободный. Глагол можно стоять после существительного и перед ним. «Сильва обскура» – тёмный лес. «Донум сильве» – дар леса. «Донум сильве» – дар лесу. «Сильвам видео» – вижу лес. «Эго венио де сильва» – «я иду из леса». «Аккузативус» обозначает «куда», «аблятивус» – «откуда». Дательный и родительный падеж совпадают. Номен казу формы адверба. Назовите падежные формы. «Унда», «Умбра», «Урса», «Стива», «Рота», «Пагина», «Муска», «Ля Крима», «Иншуля», «Инколя», «Хора», «Аста». «Конверте ин лятине» – переведите на латинский. Вы можете добавить «нон» и получится отрицательное предложение. Вы можете использовать местоимение «ту», «или», «нос», «или». «Ты», «он», «мы», «они». Репетицио «эст матер студиорум». «Лэге верба». Читаем слова предыдущего урока. «Лекцио финита эст». «Бенефакту». «Беневалете дисципули». «Бенефакту».